Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про свою библиотеку. Вот эта вот комната, пока сейчас буду вступительную такую речь свою скажу, я потихонечку вам буду показывать, как выглядит моя комнатка. Комнатка небольшая, и мы всегда хотели, чтобы у нас была большая библиотека. И мы даже не думали никогда раньше, что мы можем себе позволить выделить место в доме прямо вот отдельную комнату под библиотеку. Но, слава Богу, всё хорошо, что хорошо кончается дом большой, и мы себе это позволили. У нас, получается, комната-библиотека-кабинет. Библиотека-кабинет. Вот. Вот такая вот комната. Сняла её по кругу. В этой комнате всё полностью от и до сделано руками моего мужа. Придумка моя руки мужа. Ну, у меня идеальный исполнитель. Книг много, но есть ещё запасы, есть пустые полочки. Сейчас начинаю вам рассказывать. Расскажу, я не знаю, может, ролик получится длинноват, но я хочу одним роликом вам рассказать всё и про книжки, и про дизайн. Давайте сначала про дизайн. Вот, смотрите, от пола до потолка идут стеллажи. Полностью. Вот. От пола до потолка. Полочки все сделаны так, что книжечки стоят в один ряд. Я всегда терпеть не могла вот эти наши сабдеповские стенки, куда мы вроде как ставили книги, но эти книги были в два ряда стояли. Ну, дурдом вообще полный. Я очень даже это не люблю. В итоге полочки сделаны вот у нас вот так. Стоят книжечки. Здесь вот так вот всё открывается. Стеклянные дверки. Всё это полностью сделал мой муж. Дверки стеклянные не на всех шкафах, но на каких, возможно, на тех сделано. Так, внизу здесь вот пока сделаны вот такие вот открывашки. Вот смотрите, вот так они приподнимаются. Видно, не видно. Там тоже полочки, там тоже всякое ненужное барахло сложено. Коробочки и так далее. Вообще планирую вот здесь внизу, вот тут внизу поставить комоды. Обожаю комоды как предмет мебели, как предмет, как систему хранения. То есть вот прямо у меня мечта сделать тут комоды. Вот. Что ещё? Смотрите, вот такой вот у нас подвесной потолок. Вот такой красивый. И опять же, опять же, мои любимые плинтуса. Ну, куда без них? Вот смотрите, всё буквально, видите, по кругу отделано вот этими плинтусами. Полностью всё. Уголочки. Всё очень классненько. Вот. Ничего нигде не торчит. Ничего нигде не видно. В общем, везде плинтуса. Вот вышли из положения вот таким светильником светодиодным. Маленькие потолки у нас, я бы не сказала, что высокие. Очень хорошо светит. Не буду сейчас его включать, потому что иначе будет тут и так светло. Вот. Смотрите, гардина тоже вся отделана. Вот полностью чёрная полосочка. Это спрятана у нас потолочная гардина. Хотела тут тёмные шторы. Может быть, со временем тёмные шторы я сюда приобрету. Но пока хочу здесь, чтобы муж мне сделал этажерочку такую во всё окно, по центру окна. И чтобы вот эти вот цветочки, вот мои любимые, вот эти цветочки, сейчас я вам покажу, поставить на этажерочку. Вот эти. Они будут свисать, они будут очень красиво смотреться. Вот. Вот смотрите, там вот тоже, там вот тоже всё, буквально везде плинтуса у нас. Вот. Эти будут цветочки хорошо смотреться и будут загораживать свет. Потому что здесь, если честно, очень тяжело находиться. Летом ещё не так, я бы сказала. Но зимой это у нас самая солнечная сторона. И вот тут у меня рабочее место. Вот здесь у меня рабочее место. И здесь очень тяжело работать, потому что, ну вот буквально я как работаю за компьютером дома, отсвечивает экран. То есть надо закрывать шторы. Ну, может быть, шторы я приобрету со временем. Посмотрим. Так, что ещё? Пол у нас здесь под тёмную полировку идёт. Вот такой пол. Но тоже в будущем я хочу, вот лежит палас, в будущем я хочу здесь сделать под плинтуса какой-то ковролин. Здесь у нас вот диванчик такой, тут можно отдохнуть, посидеть, полежать. Тоже в будущем я его убирать не буду. Диван старый, но убирать не буду. Я хочу просто его отбить каким-то очень ярким таким обивочным материалом, гобеленом каким-то. Вот, знаете, какая у меня идея? Комната получается, сами видите, чёрная, да, вся чёрная. Здесь можно периодически менять интерьер. То есть можно сделать чёрный ковролин. Сюда, например, какой-то ярко-красный коврик, чёрный диван, красные подушки и красные шторы. Ну, это к примеру. Ну, и так далее. То есть здесь фантазия, пожалуйста, чёрный сочетается с любым цветом. Вот. Ну, всё. Вроде бы про интерьер рассказала. Теперь начну вам рассказывать про свои книжки. Тут у меня много коробочек вот таких вот железных, как система хранения тоже. На этих полочках тоже будут, которые пустые, да, тоже в будущем могут встать книжки. Ну, вот, начинаю. Смотрите, собирала тут энциклопедии детям ещё своим. Теперь они, конечно, пригодятся внукам. Вот. Тут всё у меня вот буквально вот всё такой узкий стеллажик вдоль стола. Здесь у меня стояла системник для компьютера. То есть стол полностью компьютер. Тоже муж сделал сам. Но, может быть, когда-нибудь мы его поменяем и поставим такой заводской. Не знаю. Так, ну вот, начинаю дальше. Смотрите. Использовано всё полностью пространство. Даже вот над дверью идёт полка. То есть смысл. Я не вижу смысла делать в библиотеке какие-то полки не до потолка и так далее. Зачем? Единственное, что, конечно, нужен стульчик, чтобы там сверху всё достать. То есть вот это вот всё у меня идут энциклопедии. Дальше. Книжки стараюсь разлаживать по стеллажам, по темам. Но, не знаю. Мы, в общем-то, люди, читающие всё. И читающие очень много. Даже, если честно, я не считала, сколько у меня книг. Надо будет мне как-то взяться и посчитать. Я потом вам в комментарии к этому видео или к этому ролику, я его буду завтра выставлять, этот ролик. Сегодня у меня понедельник. Во вторник. И, может быть, к этому времени я вам скажу, сколько у меня здесь книг. Вот, смотрите. Вот этот стеллаж, это у меня, у нас идёт. Это фэнтези. Здесь у нас Железный, Буркок, Перумов весь. Смотрите, Перумов, ну, по крайней мере, вот всё, что мы смогли собрать пока. Головачёв там и так далее. Вот эта вот полочка, вот эта, это прочитать называется полочка. Нам тут не так давно попало пополнение в нашу библиотеку было. И очень много книг, которые мы вот взяли в библиотеку, оставили себе, от родственников перешло. А вот эти книжки, мы ещё пока не знаем, что с ними делать. Мы посмотрим, почитаем и, наверное, либо себе оставим, либо отдадим в библиотеку. Полочка внизу пустая. То есть вот этот вот весь стеллаж, это у нас фэнтези. Фантастика и фэнтези. Ну, здесь немножко пустые полочки, не совсем такие заполненные. То есть это ещё у нас всё в будущем. Вот, вот эта полочка тоже новая. Практически все книги нам подарены. Это фантастика. Вот. Там наверху у меня стоят кассеты. Три полки полностью. Это у меня кассеты, которые с видеомагнитофона ещё. Жалко с ними расстаться и не знаю, что с ними делать. Очень хотела бы эти кассеты отцифровать. То есть сделать из них, ну, на диск записать. Потому что очень много интересных фильмов, которых нет сейчас. Здесь вот по полочкам у меня сделаны крючочки красные. Ну, и висят пока-то какие-то игрушечки, сувенирчики. То есть дочки на медали вот тут. То есть вот так. Здесь у меня вот ещё вот такая коллекция есть. Я в будущем хочу её в зале поставить. И чтобы она у меня вся светилась. Собираю вот такие домики. Если кто-то собирается ко мне в гости, не знает, что подарить. Ого, без проблем, ребят. Дарим вот такие вот штучки под свечки. Не обязательно домики. Можно ёлочки, снеговичков. Есть такие. Ну, в общем, буду просто рада. Тонкий намёк. Вот это вот такая специальная литература. Она очень серьёзная. Я немножко её не дотягиваю до неё. Эта дочка у меня читает. Она читает у меня Брэдбери. Она читает Харуки Мураками. Вот, то есть это Дочкина. Это вот её. Но я немножечко пока... Я начинаю, но не могу никак довести это до конца. Очень серьёзное чтение. Психологическое такое. Вот этот вот стеллаж у нас... Сейчас я его открою, потому что плохо видно. Отсвечивает стекло. Это детская литература. Всевозможные книжки-книжки. Всякие-всякие-всякие. И вот тут вот у меня... Ещё одну книгу мне нужно. Гарри Поттер. Потом Емец у меня. Мефодий Буслаев. Обалденные книжки. Мне нравятся. Таня Гротор. Тоже как бы есть уже новые варианты. Новые есть тома, поэтому нужно докупать. Вот Люк Бессон, Артур и... Артур имени Путы. Тоже мы собрали полностью. В общем, этот такой стеллаж... Здесь детская литература у нас. Вы знаете, в будущем планирую вот на вот эти стёкла, вот эти вот... Какие-то стикеры купить. Может быть, есть такие, знаете, силуэты котов, там каких-нибудь башен. Я не знаю. Ну, что-то вот подумаю. Ещё пока не знаю, как это будет, но что-то хочу сделать. Здесь вот тоже такой вот узенький стеллажик вдоль окошка. Вот батарея идёт и стеллажик. А тут тоже детская литература, всевозможные книжки разные. Так, дальше окно. С классной очень шторой. Такой вот рисунок на шторе. Обалденный, паутинка такая. И мы переходим на другую стену. Там у меня наверху Дарья Донцова. Обожаю Донцову, как я уже об этом говорила в каком-то из своих роликов. Томики маленькие беру, потому что, ну, нет смысла брать твёрдые обложки. Это чтиво, конечно, но чтиво классное. Очень позитивная женщина. Я её обожаю как писателя и как женщину. Дальше, смотрите. Анжелика полностью у меня собрана. Здесь такие, знаете, Дженейр. В общем, вот такое всё. Здесь исторические у меня тома, книжечки. Здесь у нас вот томики стоят, поэзия. Ну, то есть вот как-то так. Почему такие узкие шкафы, в принципе, вот не так много. Вот он, шкаф. Ну, один. Вот как бы вот он, небольшой. Потому что, чтобы полки не провисали, они и так немножечко провисают. Всё-таки книги – это тяжёлая вещь. И доски мы не сможем перевернуть. Знаете, как раньше в стенках было? Перевернул доску и всё. И она тебе выгибается в другую сторону. Здесь невозможно это сделать. Поэтому они такие вот узкие. Так, здесь вот у меня стоят альбомы с фотографиями. Вот это вот фото наши, архив весь. Здесь в своё время мы выписывали там у меня вязание, цветы и всё такое прочее. Большие папки, там вот, ну как, собирали журнальчики. Я не помню, как это всё было, раз в месяц, или как это приходила подписка какая-то. Уже, если честно, не помню. Тут стоят большие книги, которые не входят в шкаф. То есть вот, видите, они сюда не войдут под стекло. Поэтому они стоят внизу. Здесь полочки пошире немножко. Так. Здесь вот полностью, это вот первый шкаф от окна. Второй шкаф тоже Донцова сверху. Потом идёт классика. Потом тут идут всевозможная серьёзная литература. Там типа Черкасова, Хмель, Конь Рыжий, Чёрный Тополь. Типа вот этого что-то. Белая гвардия булгаков. Ну и так далее. Собрание и сочинение Льва Толстого. Вот. Дальше. Следующий стеллажик у меня идёт. Опять же, опять же, вот там детские кассеты. Ну как же мне их переписать, отцифровать? Здесь тоже полочка идёт фантастика. Фантастика, подписки тут идут. В общем, вся фантастика. Мы её обожаем. Мы её почти всё прочитали. Но периодически её можно перечитывать. Очень люблю книги про вот сумерки, допустим, на Волуне, затмение и так далее. Вот обожаю вот эту вот серию. И видео мне нравится. И вот нравится книги читать. Ну а здесь уже моя специальная литература. Это мои каталоги Арифлейм. Всевозможные книги красоты моей. Вот так всё аккуратненько сложено. Я всегда во всеоружии. Ну здесь тоже какие-то документы. Это следующая полочка. И здесь у меня идут детективы. Детективы. Агата Кристи, Чейз, весь Шерлок Холмс. Ну не весь, конечно, но всё, что мы смогли купить. Гарднер, полное собрание сочинений. То есть вот тут вот у меня идёт детективы. Стеллажик детективы. Следующий стеллаж. Почти полное собрание сочинений. Дюма мы собрали. Нету у нас. Сейчас скажу, какого тома. Ага, так, сорок. Ой, тридцать семь. Тридцать восьмого тома почему-то нет. Я не знаю, как это всё было. Это мы выписывали мир книги ещё. Почему-то нет тридцать восьмого тома. Тут у нас идёт Джуль Верн. Тоже в своё время хотели его собрать полностью. Пятьдесят томов. Но получилось только пять. Грин. Опять же, детективы Хейли. Джек Лондон. Ну в общем, вот так. Вот как-то так. Ну тут внизу опять шире полочка. Тут всё сложено. Здесь у меня идёт такая литература справочная. То есть ЭПК. Очень классная серия. Мы выписывали в своё время всевозможные справочники. Полностью энциклопедия. Вот идёт энциклопедия. Вот сколько там томов-то. Ну что-то много. Двадцать-двадцать томов. Ну и так далее. Словари. Я познаю мир. Всё. По кругу я прошла нашу библиотеку. Это наша лестница успеха. Это моя тень на лестнице успеха. Это я тут снимаю. Вам привет-привет. Присоединяйтесь к нам. Видите, какие мы успешные. Мы какие умные. Мы читаем. Вот. Ну вот-вот всё. Ребят, всё рассказала. Всё показала. Немножко сумбурно. Стараюсь уложиться во время. Уже и так четырнадцать минут. То есть вот таким вот образом. Здесь у меня ещё такая вот тумбочка стоит маленькая. И там у меня все документы. Там всякие, знаете, на какие-то квитанции. В общем, всё такое. Вот таким образом выглядит моя библиотека. Наша библиотека. Суперская комната. Классная комната. Можно закрыть дверь. Уединиться. Читать. Отдыхать. Почувствовать себя, ну, невероятно счастливым человеком. Ну, всё, ребят. Пока-пока. На этом я заканчиваю. Смотрите мой ролик. Смотрите остальные мои видео на канале. Я начинающий блогер. Поэтому буду рада подпискам, лайкам, комментариям. Всё. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok